Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, как быстро летит время. Вот уже подошел к концу период Святой Четыридесятницы Великого Спасительного Поста. Впереди Лазарева суббота, вербное воскресенье, вход в Господь в Иерусалим, Страстная Седмица и Светлое Христовое Воскресенье. В этот Великий Пост все мы прошли свой нелегкий путь и воздержание, молитвы, борение со своими страстями, пороками. И вот хотелось бы на что обратить внимание. Мы, христиане, иногда забываем о том, что мы должны в течение своей жизни обрести истинную веру в Бога, имя Которого – любовь. И не просто поверить в то, что Он есть. Мы должны с вами последовать за Ним. Мы должны с вами вспомнить, что именно Христос пришел в этот мир, чтобы избавить нас от власти греха, проклятия и смерти. И вот в эти времена, когда многие страны, да и наши территории посетила вирусная инфекция, очень многие люди по совету врачей омывают руки, очищают тело, омывают лицо. Но как важно при всем при этом нам не забыть, что пост нам дан, как и все дни нашей земной жизни, не только для очищения рук, лица и тела, но самое главное – для очищения нашей бессмертной души. А вот об этом не только люди неверующие, но и христиане часто забывали, когда церкви были открыты, когда свободно можно было прийти и помолиться. Люди как-то ходили не всегда, не часто. А вот теперь многие уже ждут тот момент, когда хотелось бы помолиться всем вместе под сводом любимого, родного, своему сердцу, храма. Хотелось бы обратить внимание на то, что люди, слушая средства массовой информации, боятся, закрываются и страшатся грядущего вируса. Но люди не боятся грядущего Господа. «Ей гряду скоро, и возмездие мое со мной». Люди готовятся к встрече вируса, но не готовятся к приходу Христа судьи праведного. Ведь именно о нем Лермонтов писал. «Есть высший суд на перстнике разбрата. Он не подкупит звону злату, и мысли и дела он знает наперед». Что случится сегодня в Евангелии, в Откровении Иоанна Богослова, называемый Апокалипсис. И чем заканчивается эта книга Священного Писания? «Неправедный пусть делает неправду еще, скверный пусть сквернится еще, а праведный дотворит еще правду. Святой пусть еще освящается. Ей гряду скоро, говорит Христос, «И возмездие мое со мной, я первый и последний». Альфа и Омега, начало и конец. Ведь Он, пришедший Христос, спросит за всю нашу с вами прожитую жизнь. Поэтому давайте воспользуемся последними днями Страстной Седмицы, пройдя за Христом, очистив свою душу. Поисповедавшись и причастившись святых, бессмертных, животворящих Христовых Таинств, обязательно постарайтесь перед Пасхой исповедаться и причаститься, дорогие братья и сестры. И напомню теперь тем, кто вместе с нами молился, нашим дорогим прихожанам, и всем тем, кто собирался у своих технических средств, сегодня, наверное, так можно сказать, для нашей общей соборной совместной молитвы. Бог является лучшим садовником, лучшим учителем. У Паисия Святогорца есть такой хороший пример. Паисий, приходящий к нему, научал. Бог, как садовник, посадив маленькое деревце, сначала поливает его каждый день, потом через день, потом через два, потом через четыре, потом через неделю, потом через месяц. Почему он так делает? Чтобы молодое деревце пускало корни глубже. Ибо если оно будет питаться влагой, только поступающей от поливающего, при первом ветре, при первой буре это юное деревце упадет, потому что оно не было укоренено. Вот почему наш мудрый садовник Бог дает нам возможность пережить эти испытания и искушения, которые мы сегодня с вами переживаем. Чтобы мы не просто были на поверхности благополучия, а укореняли свою веру глубже, глубже пускали корни веры, чтобы бури и грядущие испытания не смогли сломить нашего древа спасения. И еще хотелось бы сказать вам об одном замечательном примере из жизни окружающего нас мира. Я совсем недавно прочитал замечательное исследование Оклинского университета, где биологи на севере Новой Зеландии нашли остров, на котором растут совершенно необычные деревья. Это огромные, крупноствольные деревья, изучать которых начали, в общем-то, с одного из пней, который не имел ни растительности, ни ветвей, ни зеленых листьев. И вот начиная изучать корневую систему, эти деревья, оказывается, имеют совершенно удивительную природу. Они называются каурии. Что это за деревья? Когда стали исследовать старый пень, оказывается, что к нему под землей подходят молодые корни соседних деревьев. Стоящие рядом зеленые деревья подвели свои корни под этот старый пень. И как изучили биологи этого университета, они подавали этому пню, который не имел ни листьев, ни ветвей, ни ствола, они подавали ему продукты фотосинтеза. А оказывается, сам этот пень, который был укоренен глубоко в землю, из глубин земли поднимал для этих юных корней воду и минеральные вещества. И тем самым старый пень питал из глубины земли водой и минеральными веществами, а молодые рядом стоящие зеленые деревья питали пень, и он продолжал свое существование предметами фотосинтеза. Почему я привел этот пример? Сейчас непростое время, дорогие христиане. Давайте мы хотя бы будем подражать корням этого удивительного дерева Каурии. Давайте те, кто имеет возможность материальную, физическую, помогать людям престарелым, снабжать их источником жизни для того, чтобы они продолжали жить. Давайте не будем отгораживаться, отдаляться от них, как сейчас даже предлагается. Давайте их вообще выселим. Давайте на стариков вообще-то не прощать внимания, они такие все могут носителями быть источника вируса. Я прошу вас, не забывайте заповедь Бога, чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет этот долголетие, и будешь на земле. Вот если мы будем почитать родителей, заботиться о них, даже если они престарелые, даже если они в немощи, наш священный долг перед Богом, не отгородиться под страхом вируса, а применяя все необходимые, рекомендуемые меры, заботиться о наших корнях. Ведь наши родители, это наши корни. Они передают нам свои молитвы, они передают нам свою духовную силу, без которых мы, как без этой влаги, из недр земли высыхаем. А мы, смелые, сильные, и еще имеющие возможность, должны поддерживать старых, пожилых, людей, престарелых. Я хочу поблагодарить всех тех, кто был с нами все эти дни. И скажу о том, что мы будем транслировать в прямом эфире, в режиме реального времени, уже сегодня благослужение, посвященное Лазареву Сиборь. Также мы будем давать объявления, когда мы будем выходить в эфир, и чтобы вы могли вечером помолиться вместе с нами, а утром причаститься в Святых Христовых Таев, в храме, который может вас причастить. У нас, наверное, на воскресенье будет причастие. Мы будем молиться. И хотелось бы, дорогие, пригласить вас по возможности обязательно очистить свою душу и приготовить сердце встречи с Богом. Хотелось бы пожелать вашим семьям мира и благополучия, здоровья и терпениям. Помните слова Христа, который сказал, «Терпением вашим спасайте души ваши». И претерпевший до конца спасется. Так пусть, дорогие братья и сестры, благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святаго Духа пребывают со всеми вами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok